Ну, наверное, многие знают, я все время, ну, я разные истории рассказываю, но вот как-то к этой песне привязана, вот, ну, если можно так сказать, моя любимая история. В свое время наш Ми-8, единственный из вертолетов вот такого класса, их было два, выполнили посадку на Южном полюсе, доставили туда директора ФСБ, в то время Патрушева был. Это была очень интересная история, они вылетали с Южной Америки, и я очень горжусь дружбой с Николаем Федоровичем Гавриловым. Есть такой замечательный человек, генерал-лейтенант, более 10 лет командующий авиацией ФСБ, герой России. Он, в общем-то, руководил этим всем процессом и рассказывал, когда они пролетели, этот пролив Дрейка на самом пределе, ну, кто хорошо учился в школе, помнит эти ревущие, эти широты южные, мыс-горные и так далее. И вот Николай Федорович рассказывал, когда прилетели они уже на станцию, то и завтра вот лететь на Южный полюс, а все вот такие, в том числе и он сам, ну, на взводе, потому что действительно очень тяжело. И на пределе и по топливу, и по ветру, и всякие эти все нюансы, ну, он мне рассказывает, я, говорит, понимаю, что нужно спать, чтобы завтра утром нормально слететь, но мы все вот такие, я понимаю, что никто не уснет. Я, говорит, своим генеральским решением достаю ящик водки и даю приказ каждому летчику, значит, выпить по бутылке, чтобы нормально спали. Естественно, все радостно выпили, никто не уснул. И вот командир второго борта, полковник, не буду называть его фамилию, он, значит, в кают-компании сидел, они все, естественно, в гражданке летели, а с ними летели представители ведущих мировых средств массовой информации. Как говорил Николай Федорович, мы все понимали, что это представители ведущих мировых разведок, американская там ЦРУ, английская МИ-6, израильский МОСАД и так далее. Вот, и вот они подсаживаются к нашему полковнику и начинают там, да мы же знаем, что вы ФСБшники, да не, мы граждане. Да ладно, вот давай соглашаться. Шутку говорят, но мы понимаем, что в каждой шутке есть доля шутки. Давай соглашайся, будешь работать на МИ-6, получать хорошие деньги тут. Да не, не, ну давай, вот будешь работать на МИ-6. И наш говорит, я работаю на МИ-8. Чтобы вы не думали, что я обманываю, Николай Федорович Гаврилов, генерал-лейтенант, герой Российской Федерации, он сегодня здесь, он скажет, что я не обманываю. Николай Федорович, спасибо большое, что пришли, я очень рад вас видеть.